Хранилище истории и уникальных фактов. 18 мая весь мир отмечает День музеев. Благодаря экспонатам историю мы не только знаем, но и видим. Порой можем даже потрогать. В праздничный день наша съемочная группа отправилась в музей областного департамента полиции. Что интересного хранят его стены, расскажем далее. Какой была полиция 300 лет назад? Ответ на этот вопрос вы узнаете сразу на входе в музей областного департамента. Уникальные документы и архивные данные, даже форму того времени, воссоздали по фотографии. Такой китель в 1719 году носили те, кто следил за порядком. И у нас в музее есть документы, подписанные тогда и царем, и первый документ нашей Петропавловского горуездной полицейской управы. Итак, полиция, просто у нас Петропавловский, 179 лет тому назад, вот с того времени и начали действовать службу по охране общества на территориях улиц города Петропавловска. А уже сама Петропавловская управа была создана 159 лет тому, в 1840 году, когда были введены уже штатные конкретные должности. Сабли и револьверы, пожелтевшие фотографии и документы. В музее департамента полиции около 4000 экспонатов. Каждый уголок уникален и интересен. Но для Евгения Шнайдера особую ценность имеет эта витрина. Она посвящена его отцу Давыду Кондратьевичу. Парнем он два года провел в горячих точках Афганистана. Вспоминать страшную войну и уж тем более рассказывать о ней детям разведчик не любит. О его подвиге дети и внуки узнают из архивных документов. Нашу роту поделили на четыре группы по 10 человек. Каждую высадили десантом из вертолетов. Наш вертолет постоянно обстреливался душманами. После высадки десанта при поднятии вверх он был подбит и упал. Бой продолжался в течение четырех часов. Рассказ записан со слов товарища Шнайдера. За освобождение Бахарана от душманов Давыду Кондратьевичу вручили орден Красной Звезды. По возвращению домой заступил на службу. «Строгий, ответственный. Постоянно был на работе. Редко отца дома видел. Отец проработал мой в органах 25 лет, дороже патрульной полиции. Я сейчас работаю, также пошел по стопам отца, также работаю в патрульной полиции. С детства как хотелось, мечта была. Всегда, как отец рассказывал, брал с собой на работу, показывал службу». Каждая витрина – история мужества, экспонат – символ героизма. За 30 лет здесь провели 3000 экскурсий. Полицейские музеи посетили 45 тысяч человек. 18 мая для работников музея и не только этого день особенный. Они принимают поздравления и слова благодарности. Им говорят спасибо за то, что история не забыта. Будь то неповторимый эрмитаж или скромный музей завода, каждый герой оставляет свой след. А музеи этот след хранят для потомков. Агиря Макашева, Желдозбек, Ермуканов. Новости МТРК.